Каждый день качество окружающей среды человека ухудшается. Дым сигарет, вредная еда с содержанием консервантов и химии, выхлопные газы автомобилей. Из внешнего мира все эти вещества попадают в наш организм и отравляют его, вызывая различные проблемы со здоровьем. Это наталкивает нас на мысли о том, что организм нуждается в освобождении от шлаков, токсинов и отравляющих элементов. Сегодня есть огромное количество методов, которые помогают решить эту проблему. Какие-то методы требуют посещения специалистов, а какие-то можно применять, не выходя из дома. Одним из способов, подходящих для домашнего использования, является прием активированного угля. Он обладает массой полезных свойств, и встретить его можно практически в каждой семейной аптечке. Почему он так популярен? Прежде чем продолжить просмотр, просим Вас подписаться на канал, чтобы Вы не пропускали новые полезные материалы. А наша команда, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы оправдать Ваше доверие. На протяжении длительного времени известно очищающее действие активированного угля на человеческий организм. Впервые уголь упоминался в писаниях Древней Индии. Смысл упоминания заключался в использовании угля в качестве фильтра. Для фильтрации воды ее сначала пропускали через уголь, а затем выдерживали в медных сосудах под обжигающими лучами солнца. Также польза угля была известна населению Древнего Египта. Более полутора тысяч лет до нашей эры этот уголь применялся в медицинских целях. Римляне не были исключением. Они применяли древесный уголь для фильтрации воды и даже алкогольных напитков. В 18 веке ученые со всего мира начали активно исследовать свойства угля. И стало известно, что он обладает способностью впитывать вредные газы и различные вещества. В повседневной жизни люди обращали внимание, что если кипятить воду в сосуде, который использовался для приготовления еды, и забросить в воду немного углей из костра, то привкус и аромат продуктов будет нейтрализован. Немного позже спектр применения угля был увеличен. Он применялся для очищения сахара, окрашивания тканей и даже для сбора бензина из природного газа. Положительные свойства активированного угля В связи со своими полезными свойствами данное вещество уже на протяжении продолжительного времени применяется человечеством. Причем не только в роли ассорбента и фильтра, но и в медицинских целях. Чаще всего вода, которая поступает в наше жилье через водопровод крайне низкого качества. Она содержит примеси тяжелых металлов, бактерии и другие вредные вещества, а также обладает своеобразным запахом и вкусом. За счет ассорбирующих свойств угля он становится самым лучшим, недорогим и эффективным способом фильтрации воды. Активированный уголь способен впитывать в себя даже тяжелые металлы, при этом не затрагивая минеральные вещества. Благодаря таким комбинированным свойствам на выходе мы получаем воду отличного качества. В настоящее время уголь все чаще применяется для освобождения организма от отравляющих веществ. Он очищает от шлаков и токсинов желудочно-кишечный тракт, кровеносную систему и даже выводит некоторое количество холестерина. Уголь способствует нормализации артериального давления, предотвращает тромбофлеид, разжижает венозные застои. Способ применения активированного угля Применение активированного угля не предполагает больших материальных вложений и особых усилий. Он с легкостью борется с токсинами, устраняет последствия употребления алкогольных напитков, вредной еды, лекарственных средств и курения. Дозировка применения таблеток рассчитывается на основе веса. На каждые 10 кг массы одна таблетка или 25 мг. Методика очищения данным веществом крайне проста и действенна. Предполагается два способа очищения организма. Курс, рассчитанный на 10 дней. Ежедневно необходимо принимать по 10 таблеток, вне зависимости от веса. Таблетки разделяются на три приема – утром, днем и вечером перед едой, запивая необходимым количеством воды. Курс, рассчитанный на 14 дней. В данном способе количество таблеток рассчитывается по весу, как описывалось выше. Общее число таблеток разделяется на два приема – утро и вечер. Принимать необходимое на пустой желудок – минимум за несколько часов до еды. Обильно запить минеральной или кипяченой водой. Вне зависимости от того, какую схему выберете вы, требуется соблюдать питание с учетом дефицита калорий. Минимальное рекомендуемое количество воды – 1,5 литра. Противопоказания к приему активированного угля Очищение организма активированным углем предполагает его длительный прием. В связи с этим могут возникнуть побочные действия в виде тошноты и рвоты. Поэтому не стоит использовать данное вещество дольше двух недель. Может наблюдаться общая слабость организма на фоне того, что активированный уголь выводит из организма не только шлаки и токсины, но и необходимые микроэлементы, витамины и ферменты. Таким образом, уголь в большей степени является исключительно средством срочной помощи. Женщинам, которые вынашивают ребенка, активированный уголь разрешен. Более того, он может помочь в борьбе с токсикозом, возникающим в этот непростой, но счастливый период. Облегчается работа печени. Происходит избавление от вредных веществ. При этом таблетки никоим образом не отражаются на развитии и состоянии ребенка. Активированный уголь для похудения Активированный уголь настолько универсален, что может применяться как для очищения организма, так и для снижения веса. Стоит отметить, что такой эффект угля не является главным свойством, но уголь станет прекрасным дополнением к выбранной вами диете. После завершения курса приема активированного угля рекомендуется продолжать соблюдать режим дня, правильно питаться, не употреблять тяжелую и вредную пищу. Мнение о том, что активированный уголь помогает при снижении веса не является безосновательным. Да, употребление одного угля не принесет никаких результатов, кроме очищения организма от продуктов распада и шлаков. Но в сочетании со специальным меню результат может быть замечательным. Дело в том, что активированный уголь способствует ускорению обмена веществ за счет избавления от шлаков и очищает всю пищеварительную систему. Показания к применению Активированный уголь станет незаменимым помощником при воспалительных процессах в кишечнике, диарее, вздутии живота и метеоризме, при болезнях с токсическим синдромом, аллергиях и отравлениях. Прием данного вещества назначается специалистами перед ультразвуковыми или рентгенологическими исследованиями. Современные врачи активно применяют полезные качества угля для терапии различных заболеваний. Использование маленьких черных таблеток очень актуально при отравлениях и метеоризме. А еще активированный уголь отлично справляется с проблемами, возникающими при жирной коже. Специалисты часто назначают эти таблетки для комплексного лечения аллергических реакций. Уголь используют для того, чтобы избавить организм от токсичных элементов. Вещество обладает способностью активации скрытых резервов организма. При воздействии активированного угля уменьшается число свободных иммунных тел, вызывающих аллергию. При приеме стабилизируется уровень иммуноглобулина М и Е. Увеличивается количество Т-лимфоцитов. При лечении аллергических реакций из-за адсорбирующих свойств больные отмечают улучшение состояния и внешнего вида. Уменьшается количество отеков, проходит зуд, аллергическая сыпь светлеет и постепенно исчезает. Эффекта от лечения активированным углем хватает на длительное время. Способ применения и дозы. Таблетки необходимо применять не позднее, чем за час до приема пищи, 3-4 раза в день. Порошок разбавляется водой, таблетки запиваются достаточным количеством жидкости. За один прием рекомендуется принимать от 1 до 2 грамм препарата. Максимальная суточная доза 8 грамм. Для увеличения эффекта при отравлениях допустимо повышение разовой дозировки до 20-30 грамм. Также уголь может быть использован для промывания желудка. Чтобы приготовить раствор, необходимо залить 1 столовую ложку угля в порошке литром воды. Полученный раствор выпивается, после чего необходимо промыть желудок и принять от 20 до 30 граммов вещества. При метеоризме или дисперсии активированный уголь назначается по 4-8 таблеток 3 раза в день. При возникновении аллергии рекомендуется применение угля дозировкой 0,25 грамм на каждые 10 килограммов веса. Прием препарата необходимо разделить на 2 приема. 2 грамма необходимо принять утром, а остальное вечером. Если вы принимаете препарат в форме таблеток, то необходимо помнить, что их необходимо тщательно пережевывать и запивать достаточным количеством жидкости. Такой способ употребления позволит ускорить действие вещества. Курс при лечении аллергии – 14 дней. Чтобы избавиться от проблемной кожи и воспаления на ней, можно использовать активированный уголь как внутрь, так и внешне. Хорошее влияние на проблемную кожу окажет маска из 1 чайной ложки косметической глины, 2 таблеток угля, чайной ложки желатина и небольшого количества молока. Молоко необходимо соединить с углем, затем туда добавить желатин и глину, дать постоять в течение 20 минут. Далее эту смесь поставить в микроволновку на одну минуту, чтобы желатин растворился. Остывшая маска наносится на очищенное лицо и оставляется до полного застывания. Кроме того, активированный уголь можно использовать для отбеливания зубов. Подойдет препарат в виде порошка, либо необходимо измельчить таблетки. Все, что нужно, это просто нанести порошок угля на зубную щетку и тщательно почистить ею зубы. Затем прополоскать рот и почистить зубы еще раз, но уже привычным способом. Пользоваться данным способом можно один-два раза в неделю. Можно ли применять активированный уголь детям? Назначить прием данного лекарства несовершеннолетним может только специалист. Как правило, для детей уголь применяется в роли антидода. Длительность приема активированного угля детьми не должна превышать двух недель, а рекомендованная доза рассчитывается из учета 0,25 г на каждые 5 кг массы тела. Употребление активированного угля должно происходить не позднее, чем за час до приема лекарственных средств. Прием лекарств сразу после угольных таблеток категорически запрещен. Это объясняется тем фактором, что активированный уголь оказывает влияние на процесс всасывания остальных лекарств и уменьшает их эффективность. Детям младше 7 лет лучше давать уголь в виде порошка, чтобы ребенок не подавился. Противопоказания и возможные побочные действия Как и любой лекарственный препарат, активированный уголь имеет определенные побочные действия при превышении дозировки. Поэтому его прием не должен быть бесконтрольным. Запрещено применение таблеток при некоторых проблемах в желудочно-кишечном тракте. Такими проблемами являются язвенное образование, атония и кровотечение в ЖКТ. При приеме препарата дольше двух недель могут появиться запоры и гиповитаминоз. Также длительный прием активированного угля может спровоцировать нарушение полноценного всасывания питательных веществ, витаминов и минералов, которые поступают в организм через желудочно-кишечный тракт. Этот фактор провоцирует развитие авитаминоза, запоров и метеоризма. Но и не стоит забывать о том, что прием угля значительно уменьшает эффективность остальных лекарственных препаратов. Особенно важно учитывать это при приеме гормональных противозачаточных средств. Идеальный интервал между приемом активированного угля и остальных медикаментов – 2-3 часа. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня на эту тему. На канале вы сможете найти видео о пользе овощей и фруктов, о болезнях и способах их лечения, а также о всем, что связано с садом, домом и огородом. Поэтому просим не забывать подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны, если понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь видео со своими родными, близкими и друзьями. До скорых встреч!